Здравствуйте, меня зовут Петров Алан, я учусь в восьмом классе в среднеобщеобразовательной школе номер 22, тема моего проекта – дистанционное обучение. В связи с охватившей весь мир пандемии коронавируса дистанционное обучение стало неотъемлемой частью образовательной и информационной культуры. Для безопасности окружающих в состоянии распространения болезни многие школы периодически стали переходить на дистанционную форму обучения. Среди общественности не утихают скоро о том, как относиться к дистанционному обучению. С одной стороны, дистанционное обучение оказывает позитивное влияние на школьников и открывает новые возможности в обучении. С другой стороны, при дистанционном обучении падает роль учителя и снижается качество обучения у обучающихся. Цель проекта – изучить проблемы и принципы дистанционного обучения. Задача проекта – раскрыть понятия дистанционного образования, изучить принципы и виды организации дистанционного обучения на ступенях основного и общего образования и проанализировать проблемы, возникающие при дистанционном обучении. Гипотеза. В ходе реализации дистанционного обучения возникают определенные проблемы, снижается качество обучения у обучающихся. В результате проведенного анкетирования обучающиеся нашей школы отметили, что основным средством дистанционных образовательных технологий является сетевой город образования. При реализации дистанционных образовательных технологий с помощью АИС используются следующие сервисы и системы. для дистанционного взаимодействия, внутрисистемная электронная почта, форум, доска объявлений, для оценивания и публикации домашних заданий, электронный журнал и дневник. Кроме сетевого города, ученики также используют социальные сети, онлайн-лекции и учиру. Продолжая анализировать результаты, можно делать вывод, что большинство опрошенных 84% в целом понравилось заниматься дистанционно, но также есть обучающиеся 39%, которые отметили, что им было очень трудно заниматься дистанционно, в основном это обучающиеся 5-6 классов. Среди трудностей они отмечали в основном проблемы с интернетом, технические трудности при отправке и выполнении домашних заданий. 71% опрошенных отметили, что у них не было необходимости в помощи со стороны родителей. Больше половины обучающихся, 65%, отметили, что для них нет разницы, каким способом обучаться дистанционно или очно, так как, по их мнению, результат обучения у них не изменился. По последним вопросам на анкете обучающих был вопрос «хотел бы, и ты в будущем используешь дистанционное обучение в образовательных целях». 71% обучающих ответили, что «да, хотели бы». Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что в дистанционном обучении есть как плюсы, так и минусы. Положительные моменты дистанционного обучения можно отнести обучение в индивидуальном темпе, свобода и гибкость, мобильность, технологичность, социальное и равноправие. Отрицательные стороны дистанционного обучения, отсутствие очного общения между обучающимися и учителем. Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая физическая оснащенность, но не все имеют компьютер и выход в интернет. Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для учеников является мощным побудительным стимулом. Заключение. В начале работы была сформулирована гипотеза, и можно сделать вывод, что гипотеза сформулирована в начале исследования. Подтвердилась частично. При дистанционном обучении возникают проблемы, но, по мнению самих обучающихся, их результат по обучению не изменяется, то есть качество знаний не снижается.